Поддержка болельщиков, друг друга и боевой настрой на игру. Все это было на домашнем туре чемпионата России у Алтполитеха по мини-футболу. Адака хозяева начали за здравие, а вот закончили двумя поражениями. В первом домашнем матче барнаульцы обыграли Сигму из Копейска 6-1. С хорошим настроем вышли и на матч с Южным Уралом, но гости переиграли нашу команду 5-4. Сказать особо нечего. В первую очередь, наверное, извиниться перед болельщиками, потому что нельзя с таким настроением, с таким настроем на матч вообще в принципе выходить. У нас есть потенциал, нам надо просто продолжать работать, верить в то, что мы делаем. И результат рано или поздно в любом случае придет. Победный результат ждали в третьем домашнем матче против самарской команды. Причем гости прошлые свои две игры проиграли, но на практике вышло все по-другому. Самарцы с первых минут выглядели бодро и интереснее на площадке. Быстрый пропущенный гол выбил Алтполитех из колеи. Спустя несколько минут Самарцы отправляют еще один гол в ворота Алтполитеха. Перерыв на пользу хозяевам не пошел и пересчетчик 4-0. Барнаульцы забыли про защиту и, кажется, пошли ва-банк. Но, повторюсь, на практике вышло все по-другому. В наши ворота влетели еще три мяча. Я думаю, просто маленького футбольного фарта не хватило. Им где-то чуть-чуть больше везло в завершающей стадии. У нас маленький мяч не шел в ворота. Долго раскачивались сегодня. Забили только в концовке при помощи пятого. В конце матча в списке забивающих ворвался и вратарь гостей Виктор Оревкин. Галкипер сделал дубль, дважды поразив пустые ворота барнаульцев. Честно, еще как бы не осознал. Ну, попал-попал. То есть, как говорит, слава богу, в нужный момент. Честно говоря, этот элемент у меня очень плохо шел. Вот. В тренировочном процессе действительно. То есть, мы когда отрабатывали эти эпизоды, я не попадал ни разу. В концовке матча Алпаличек все-таки два мяча забил, но было уже слишком поздно. Фрегат под названием «Победа» отправляется в Самару. Итоговый счет 2-7 не в нашу пользу. Пока барнаульцев ждет небольшой перерыв для работы над ошибками. И в скором матч в Кубке России. Правда, дата встречи еще не определена из-за сложной эпидемиологической обстановки. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.